Где как ни около библиотеки имени Ленина, главной государственной библиотеки, символ всесоюзного, да и не только научного знания, книги, редкость которых доходит до исключительности, частота использования которых доходит до огромных цифр, научный склад. Где как ни на этом месте, в это селфи-время, где дождь сквозь солнце, сквозь солнце пробиваются маленькие капли дождя. Говорить о знании, ну тут конечно может сейчас чисто по дате май, это вопрос скорее дня победы, чем дня знаний, однако каждый день мы совершаем определенные победы над собой, когда изучаем что-либо, когда мы открываем для себя Достоевского, когда мы обнаруживаем для себя мысли, которые становятся нашими, слова, которые становятся нашими, идеи, которые мы присваиваем, идеи, от которых мы совершенствуемся, делаемся разумнее, долговечнее. И если это касается иностранного языка, а я люблю сравнивать любое обучение с освоением иностранного языка, потому что через освоение языка в любом направлении, даже в числительном, даже в математическом, есть язык, освоив который мы можем двигаться в постижении науки. Говорить о языке сейчас тоже очень-очень нужно, потому что библиотека это знание, но знания часто воспринимаются как нечто, что можно просто повторить. Знания, которые просто повторяются за преподавателем. Преподаватель говорит, повторите за мной, ученики повторяют слово в слово, и это воспринимается как знание. На самом деле в таком подходе нет системы. Вот что меня беспокоит в знаниях. И поднимая сегодня эти эпистемологические, гносиологические вопросы, гнос, гносия, знания с греческого, мы говорим о том, что нам не хватает системности. Системности не хватает даже у людей, которые писали под знамением Ленина. Если мы говорим про французский язык, например, то мы можем взять Библию. Много слов сегодня приходят на ассоциацию. Сзади меня сейчас вывески о выставке Библии Аганны Гутерберга, первого книгопечатника. И история о знании иностранного языка у меня связывается со словом бессистемность. Да-да-да. Для меня любая гамма солнечных лучей через тучи – это критика дождя. Поэтому я сегодня буду критиковать фундаментальное здание грамматики французского языка, Библию для русскоговорящих людей, изучающих французский, Попову и Казакову. И сделаю на маленьком примере. Я сегодня разбирал для своих студентов разницу между глаголами «connettre» и «savoir». И в этот раз изумеился тому, как долго, муторно и попунктно можно представлять себе разграничение между глаголами «знать» – «connettre» и между глаголами «savoir». «Знать» – «connettre», «savoir» – какая между ними разница? Ну, все же просто на самом деле. Все очень просто. Если внимательно отнестись к этим шестью, семи, восьми, я уже не помню, сколько там пунктов, то можно увидеть одну ясную, системную вещь. Это прямое дополнение. Всего одна вещь, которую нужно освоить. Да, это теоретическая вещь. Да, они все ее знают. Да, многих это пугает и ввергает шок. Но это одна вещь. А если вы ее освоите, придет 8 или 10. Разница между глаголами «connettre» и глаголами «savoir», которая многих до пятого курса вуза порой путает, потому что они никак не могут узреть разницу, состоит просто в том, что есть прямое дополнение. Даже слово «прямое дополнение» не так сложно и хитро понимается, как все эти хитроспределенные правила. Прямое дополнение – это просто слово, которое определяет глагол. То есть слово, которое сразу за глаголом идет. Ну, например, «я беру», если я скажу по-французски «я беру», «je prends», «je prends», «je prends», «je prends», «je prends», то я вообще фактически ничего в этот момент не говорю, потому что если я приложу к слову «je prends», к глаголу, я беру слово, допустим, «le metro», то я буду на русский переводить это выражение «я пользуюсь метро». Если я буду использовать слово «je prends la rue», то я буду пойти по улице говорить по-французски «я пойду по улице». Если «je prends l'ascenseur», то я, соответственно, поднимаюсь на лифте. А если «je prends le thé», то я, соответственно, пью чай вообще. В зависимости от того, какое слово у меня будет стоять сразу, непосредственно после глагола «prendre», вы и будете определять смысл этого глагола. У глагола такие глаголы, они еще распространены, которые нуждаются в том, чтобы было после них что-нибудь без предлога. Прямое дополнение называется. Вот это то, как раз, что и будет определять смысл разницы между глаголом и корректором и савуар. Оно будет всегда появляться сразу после глагола и определять его смысл, его назначение. Если «je prends la petite fure», я беру маленькую булочку, ну, в таком случае мы понимаем, что речь идет о езде. А если «je prends le focus», то есть в данном случае мы будем говорить о видеосъемке, о видеокадре, о моменте, это называется прямым дополнением. Если сразу после глагола есть какое-то существительное. Вот так вот, проделал для себя несколько выражений, которые мы с вами проговорили, и все, уже понятно, что такое прямое дополнение. Это та штука, которая сразу наступает после глагола. Если вы знаете, что такое глагол, то достаточно, так как сразу за ней идет какая-то штука. Штука, которая ее определяет, назначает вот этот и вектор. Это называется прямое дополнение. Если вы знаете, это все готово. «Connaître с ним», «connaître с ним», с прямым дополнением. То есть «я знаю улицу», «je connais la rue», «я знаю язык», «je connais la langue», «я знаю путь», «je connais le chemin», «я знаю слово», «je connais le no», «je connais la chanson». И зачем нам мудрствовать, говоря о том, что глагол Savoir используется в этих и других теоретических направлениях? Если у меня есть два простых предложения в создании сложного, тогда будет Savoir. Я знаю, что имя этого писателя, Федор Михайлович, кстати, там не написано. Если вы посмотрите поближе на это здание, то там не будет, ах, Федора Михайловича Милы, ничего, чтобы говорил о его имени. Ну, Достоевский, он, видимо, говорит сам за себя, фамилия вполне самодостаточная. Я боюсь, что если я сейчас заберусь на сам монумент, то я поскользнусь и рухну. Но я думаю, что вы сможете увидеть вот так, посмотрите повнимательней. Вот, Достоевский, Федор Михайлович. И там голубок такой сверху на нем сидит, такое ощущение, как будто он чуб создает. Так вот, Федор Михайлович, милый, если я знаю имя этого писателя, «je connais le nom de cet écrivain», «je connais la première partie». Если я хочу сказать «я знаю, что», то только в этом случае я буду пробегать к использованию конструкции «собор». «je sais que», «я знаю, что», этого писателя зовут Федора Михайловича. «je sais que cet écrivain s'appelle». И это единственный случай употребления «собор», «все». Для того, чтобы определить для себя разницу между «conneutre» и «собор», достаточно просто знать явление прямого дополнения. И тогда с ясной системности оснарядь наш ум, и мы поймем, как использовать наипопулярнейшие глаголы, относящиеся к идее знания, к эпиземологическим проблемам, которые поднимает перед собой человек в любой ситуации жизни. Так вот, друзья, давайте подходим к знанию системно. Тогда радость жизни будет с нами, постоянство и прогресса нашего обучения. Такая идея у меня сегодня. Селфи-версия французского языка с примерами. «Connautre et savoir».